Марка Porsche постепенно пополняет новыми версиями семейства новейшей 911-й модели в кузове 992. Несостоявшийся Женевский автосалон должен был стать местом премьеры самой производительной модификации Turbo S. При этом просто Turbo, вопреки традициям, появится позже. От других машин семейство Turbo S отличает ходовые огни, две диодные полоски на переднем бампере. Сзади бросается в глаза новое расположение номера, который переехал повыше под хромированные надписи Porsche 911 Turbo S. Но главная новость – свежий битурбомотор. Он сделан на основе трехлитрового оппозитника базовой Carrera. У них одинаковый ход поршня, а вот диаметр цилиндров увеличен, благодаря чему на 750 кубиков вырос рабочий объем. Напомним, что у предыдущего поколения мотор был чуть больше, объемом ровно 3,8. По отдаче новая Turbo S здорово обходит предшественницу. Разумеется, динамика тоже улучшилась. Притом особенно заметна разница при разгоне до 200 км в час. Вместо семиступенчатого робота появилась новая восьмиступенчатая преселективная коробка. В полноприводной трансмиссии отныне трудится усиленная муфта подключения передней оси. Электронно-управляемые амортизаторы реагируют на изменения условий точнее и быстрее. В опциях есть и адаптивная подвеска с пониженным на 10 мм клиренсом. Усовершенствована активная аэродинамика. Новые Porsche 911 Turbo S уже доступны для заказа во всех странах, включая Россию. Топ-модель подорожала более чем на 2 миллиона рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова